здравствуйте вы на канале черный пион с вами эмилия love и эта рубрика коротких видео про любовь и отношения где я делюсь полезными советами опытом и примерами из жизни которые помогут вам разобраться в отношениях со своим партнером и сделать правильный выбор в пользу себя любимого и сегодня я расскажу каких мужчин нужно избегать изначально чтобы в будущем не обнаружить рядом с собой нарцисса психопата абьюзера социопата и тому подобных особей самая частая жалоба женщин на отношения это то что они не могут понять почему мужчина в начале отношений закидывает ее love бомбингом красиво ухаживает уделяет ей внимание тем самым заставляя ее раскрыться расслабиться показать свои чувства и когда это происходит мужчина отдаляется и заканчивается это тем что женщина только и делает что пытается вернуть то отношение мужчины к ней которую он подарил ей в начале но он уже отдалился как же вычислить мужчину у которого в планах на будущее только эмоциональные качели выкачка каких-либо ресурсов и ничего серьезного как себя оградить от разбитого сердца когда тебя закидывают love бомбингом ты открываешься а в конце концов он просто теряет к тебе интерес когда мужчина в начале отношений уделяет нам много внимания нам это нравится тем более если мужчина нравится нам но тем не менее наш внутренний голос нам говорит они быстро ли развиваются события может быть ли на самом деле так все хорошо и идеально и ответ очень прост и примитивен главное условие начинающихся здоровых отношений это последовательность последовательность в приоритете грандиозности и на ранних стадиях отношений вы не должны быть ослеплены грандиозными шагами действиями или словами кого-то кто пытается вас обольстить вместо этого следите за последовательностью его действий вы хозяйка вашего времени ваших слов ваших действий поэтому не давайте человеку которого вы не знаете нарушать ваши границы и управлять вашим временем и вашими действиями и если кто-то хочет вас видеть шесть дней в неделю если вы встретились всего неделю назад вы должны срочно притормозить ситуацию вы должны сами себе сказать что вам некомфортно встречаться с человеком которого вы встретили неделю назад 6 дней в неделю на данный момент я не готова встречаться с этим человеком более чем два или три раза в неделю у меня есть свои дела для этого человека пока нет места в моей жизни я его не знаю это совершенно чужой мне человек и неважно какие у меня к нему чувства или какая проскочила между нами химия я не узнаю этого человека пока я не проведу с ним больше времени но больше времени в течение одного дня это не означает что вы полностью узнали этого человека каждый может показать вам свои самые лучшие стороны всего лишь за один день даже в течение 12 часов без перерыва но видели ли вы этого человека последовательно в течение нескольких недель или месяцев где бы вы увидели своими глазами что эти отношения имеют место быть если вы чувствуете что отношения развиваются очень быстро вот здесь вы должны взять все свои руки и притормозить ситуацию кстати приняв это решение вы можете увидеть истинное лицо партнера и способен ли он на здоровые последовательные отношения последовательность это как раз та самая мера с помощью которой можно определить серьезен ли партнер по отношению к вам или это просто какой-то мудак который решил вами попользоваться сюда входят такие просьбы как раннее напрашивание к вам в гости приглашение жить вместе уже через две недели знакомства раннее предложение руки и сердце разговоры о том что он хочет от вас детей чтобы понять на ранних стадиях отношений куда они ведут смотрите не на интенсивность действий поступков и слов мужчины а именно на последовательность увидимся в следующем видео пока-пока а а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok